Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Яна Смирнова и мой сегодняшний гость, выздоравливающий игроман. Здравствуйте. Здравствуйте. В предыдущий эфир программы нам позвонила слушательница, которая сказала, что не считает игроманию болезнью. Такое ее мнение, оно имеет место быть. И вот давайте сейчас, я бы хотела в начале эфира поставить этот ее небольшой комментарий, послушаем, что она сказала, так как ее мнение, на мой взгляд, это, в принципе, довольно такая распространенная позиция в обществе. И мне бы хотелось, чтобы вы также высказали свое мнение по этому поводу. Давайте послушаем. Вы знаете, пусть меня извинится ваш гость. Да, пожалуйста. Я не очень-то верю в ту идею, что это больные люди, да, зависимые от игр, зависимые от наркотиков. Они не больные, они сделали свой выбор. Одно дело, когда нападают на тебя, да, какие-то бандосы и вкалывают тебе дозу, ты становишься наркоманом не по воле, не по нужде. Наркоманы – это люди, ищущие удовольствия, а игроманы – халявы. И мне очень жалко семьи этих людей, потому что нормальный мужик с нормальным нутром всегда делает правильный выбор в пользу своей семьи. А то, что вы наигрались, жили для себя все это время, а сейчас говорите спасибо семье за моральную поддержку. Да им памятник надо поставить в вашей семье. А вы, пожалуйста, не зудите, что вы больной. А вы реально слабовольный человек, причем еще с таким не совсем хорошим нутром, раз вы столько раз представляли в своей семье. Насколько это распространенное отношение к игромании, к этой зависимости, и что это зависимость, что зависимость не более, чем слабость характера, когда так говорят. Насколько это распространено? Я думаю, это очень распространено среди тех, кто не страдает этой проблемой. Потому как у меня нет тяги к алкоголю. Я очень долго думал, у меня были друзья вместе по работе, которые срывались и в длительные запои. Это реально, я видел, как вредит их здоровью. Мне казалось, ну это же так просто. Если ты знаешь, что с этим у тебя проблемы, ну не пей. Вроде как понятно, вроде как просто. Но когда я подсел, заболел, я так это называю, играми, сначала это было, наверное, да, для удовольствия. Это было такое хобби. Но потом я не знал, что с этим сделать. Любые попадающиеся мне в карман деньги целыми днями у меня в голове, как это объяснить, в чём выражается эта, наверное, болезнь. И целыми днями у меня в голове это системы. Системы, как обыграть, системы, как поставить, на какую ставку, что сделать. И вот этот хаос, который всё время ещё добавляется и нагнетает, соответственно, долгами, которые возникают у человека в результате игры. Я проигрывал свои деньги, проигрывал деньги фирмы, я проигрывал деньги семьи, которые… Я всё время, я начал всех обманывать. И вот это тупиковое состояние, в которое игрок себя загоняет, и кажется, что это безвыходно. Он надеется на какую-то победу, дабы раздать долги. Но на самом деле в голове, даже после того, как я закончил играть, где-то три месяца у меня прошло перед тем, как наладились мои мысли. Я начал видеть зелёную траву и так далее. До этого у меня был сплошной туман, игра, долги, и где достать даже не деньги, а патроны для борьбы с этими железными ящиками. То есть это такое состояние, ну не хотел бы никому его пожелать. Состояние войны внутренней, если вы говорите о патронах и противостоянии. Нет, наверное, даже не войны. Желание победить. Победить этот азарт, желание победить эти ящики, эти аппараты, одолеть их. Типа я сильнее, я могу, я справлюсь. Но то же самое, прекрасно понимая, после больших, естественно, проигрышей, прекрасно понимая, что невозможно их обыграть. Я не находил выхода, как снова идти туда в надежде отыграться, в надежде вернуть свои вложенные огромные деньги, если честно, по моим подсчётам, за годы игр. И этот хаос, который в голове, он не находил других вариантов, пока я не узнал о существовании этой группы. На эту группу я вообще пришёл как… Анонимных игроманов. Да, анонимных игроманов. Я пришёл как, ну знаете, наверное, как схватился за последнюю соломинку. Буквально вечер перед этим я поговорил с женой. Я рассказал ей всю правду. Она очень долго не знала об этом, не подозревала. Она не могла поверить, что это действительно так, когда вы ей сказали? Когда я рассказал, она поверила. Потому что она прекрасно знала, что я пропадаю, что у меня проблемы, серьёзные проблемы финансами, долги. И я согласен с женщиной, которая звонила, в том, что это очень сильно давит и влияет на семью. Семья очень сильно страдает. Игрок, он как бы, ну он сам играет, да. В этом я могу с ней согласиться. Семья страдает очень сильно. И жена, наверное, для меня была огромной надеждой. Сначала был страх рассказать, а потом на самом деле была огромная надежда найти какую-то поддержку, понимание. И здесь было понимание. Жена меня просто спросила, на что ты готов? А я сказал, что я готов на всё. Я готов на всё, чтобы прекратить играть. Но вы сами пришли к этому осознанию, что вам нужно от этого отказаться. Я сам справиться не мог. Вся проблема в этой зависимости в том, что человек сам справиться не может. Я сам могу встать в 5 часов утра, могу обливаться холодной водой, могу бежать десятки километров, могу тягать тяжести, могу работать сутками, когда это необходимо. То есть я не считаю себя слабым человеком. Ну можно посмотреть на ваши спортивные достижения. Вы мастер спорта. Ну да, я очень многого считаю, что достаточно многого. На тот момент, это конечно не сейчас и не вчера, на тот момент это была самая верхняя ступень, которая была возможна. Я стал мастером спорта Советского Союза, я добился всего это сам, не имея даже тренера. То есть я хотел, я занимался, я по 2 тренировки в день, это было сложно, тяжело. Но там я мог себя спокойно заставить. Здесь я не могу себя заставить не играть. Очень часто, получая деньги, особенно если это связано с наличными, у меня была вообще ситуация, пропадает время, и я оказываюсь, вижу ситуацию, когда я уже в игровом заведении. То есть это настолько, понимаете, вот в голове только игра, только желание отыграться. Отыграться за прошлый проигрыш, отыграться за все свои залеты, которых я наделал. Все время желание победить. И да, в конце своего достаточно длительного игрового периода я понимал, что отыграться уже невозможно, но остановиться тоже невозможно, потому что я не представлял, как можно заработать и отдать все эти долги, которых я наделал. Вернуть те деньги, которых я немерено потратил, оставил в этих игровых заведениях. И вот это вот все настолько давит, что самому справиться было почти невозможно. Носили волю, ну носили волю, ну максимум месяц. И то, если честно, потом уже анализирую, я прекрасно пришел к выводу, что этот месяц проходил только потому, что не было в кармане приличных наличных денег, чтобы снова туда пойти и снова попытаться обыграть эту машину. Вы не раз говорили слово победа сейчас, что вы стремились к этому, играя в игровых залах. А если вот сравнивать ощущение победы, говоря о спортивных достижениях, и эмоции, и тот адреналин, возможно, который вызывает победы именно игровых автоматов. Сравнимы ли эти чувства и насколько? Очень сильный адреналин, очень сильный. Вполне можно сравнивать, потому что эта азартность, которая приходит медленно, но она настолько крепко заседает, что кажется, что без этого адреналина я не буду знать, чем заниматься. Не буду знать, где еще получить этот адреналин. Иногда даже не важен была сумма выигрыша, а сам выигрыш. Вот этот адреналин, который, видимо, вплескивается в нашу кровь, он настолько, я его жду всегда. Это примитивные звуки этого аппарата и все остальное, они настолько действуют на мое подсознание, что я готов еще крупными, огромными суммами рискнуть, чтобы услышать эту победу вновь. Мне кажется, что я его одолею. То есть такой дофамин, который вырабатывается, это как раз предвкушение удовольствия, предвосхищение удовольствия, вот это мощное такое влияние. Ну и, соответственно, то, что постоянно одолевают, давят, это ситуация финансовая, в которую любой игрок заходит, удачливый он, неудачливый, все это ерунда. Если сложить, я не знаю ни одного игрока, который в плюсе, мы все в минусе, других вариантов нет. Ну, это простейшая математика. Когда-то на группе один из наших товарищей, имея математическую школу, сказал, что просчитать казино можно, но принцип казино настолько прост, что сколько ты не играй, всегда минус становится больше. Это математически просчитано, да, но все равно желание вот этого вот чуда и, наверное, да, нежелание по-взрослому оценивать, по-взрослому распоряжаться с деньгами. Игрок, он же как ребенок, понимаете, он надеется просто на чудо, на вот эту вот удачу, которая вдруг придет. Я заживу счастливо, я раздам долги, я снова, это как решение всех вопросов. Вместо того, чтобы бороться, то есть как страус, прячет голову в песок, да, вот так игрок убегает в это игровое заведение. От всяких проблем, от реальности, от сложностей жизни, от взрослых даже вопросов иногда, которые возникают в семье, на работе, вокруг нас. Да, это отодвигает эту проблему, как и алкоголь, кстати. Он отодвигает эту проблему, но она копится снежным комом, а вот потом этот снежный ком, он настолько сильный, что уже, кажется, уйти от этого нельзя. Он же за мной гонится, этот снежный ком. Давайте послушаем, что нам о своей зависимости говорил выздоравливающий игроман с большим стажем, о зависимости гость программы «Выбор». Вот как он понимает свою зависимость? Надевайте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем. Видите, для меня, по-моему, зависимость – это не болезнь, это лекарство, это анестетика. И тогда возникает вопрос, а лекарство чего? От того, что внутри. Да, а что тогда болезнь? А, по сути дела, я могу сказать, что, наверное, болезнь все-таки моя жизнь, она больна. И я ее подлечивал как-то, ну, если голова у меня заболит, ну, я возьму таблетку, голова перестанет болеть, ну и хорошо, ну и ладно. Да, да. Но это, в принципе, то же самое, что я и алкоголик, я не только азартно-зависимый. И это легче понять, если мы говорим именно об алкогольной зависимости. Ну, вот такое определение игровой зависимости как не болезнь, а анестетика. Насколько уместно, на Ваш взгляд? Нет, Вы знаете, вся, мне кажется, здесь это сравнение для меня не очень подходит. То есть я его не согласен с ним по одной простой причине, что... Да, чуть поближе, да. По одной простой причине, что таблетки нет от этой болезни. То есть нельзя пойти купить за малые, средние, большие деньги. Нельзя купить таблетку и перестать хотеть играть. И в этом вся сложность. Потому что мысли об игре... У меня на данный момент 7 лет больше, 7 лет трезвости, да. Но вот мысли об игре, они все равно реже, гораздо реже, но иногда приходят ко мне. То есть в мозгу настолько это работает, что я бы с удовольствием купил таблетку, выпил и забыл об этом. Но это невозможно. Нет таблетки. Нет, нет таблетки. А программа, по которой я двигаюсь и многие зависимые игроки, она помогает поменять видение игры. То есть она меняет мое сознание. То есть я начинаю по-другому это воспринимать. Во-первых, меня группа научила задать себе простые вопросы. Контр-вопросы, да. Когда возникает желание играть, я спасаюсь элементарным вопросом, а зачем? Халява. Ну, как мы знаем по физике, по законам физики, халявы не бывает. Не берется энергии из ниоткуда. То есть, значит, за это надо будет платить. Мне или, не дай бог, моей семье. То есть халяву я не хочу. Победа. Ну, это не та победа, которую бы я, наверное, в жизни хотел. И вот, осознавая все это, у меня нет сейчас желания играть. То есть я там не знаю, что получить, какое удовольствие. Адреналин. Адреналин я научился получать из спорта. Мне жена подарила прекрасный, сумасшедший отдых в горах. Я катаюсь на лыжах, и мы каждый год в семье ездим на лыжах. Вот там адреналин. Это настоящий чистый адреналин. Не тот, который игрок надеется. Я надеялся получить в игре. Но вы нашли эту привлекательность трезвой жизни, смогли ее увидеть. Я нашел хобби, и я увидел жизнь по-другому. Понимаете, программа — это новый путь, наверное. Я его так называю. Когда-то я представил себе, рассуждая в голове об этом новом пути, придя на программу, перестал ходить в игровые заведения, я это представил так, что мы идем по большому полю, и есть натоптанная дорожка, по которой вроде как легко идти, но я знаю, что она меня приведет в игровое заведение. А есть высокая по грудь трава. Да, иногда сложно по ней идти, потому что мне пришлось заново многим вещам учиться. Элементарным многим вещам. Мне пришлось стать взрослым, но с другой стороны, она мне настолько открыла глаза. Я реально начал получать удовольствие от пения птиц, от зеленой травы. Просто от природы, которая нас окружает. Игрок всего этого не видит. Честное слово, не видит. Я был там. Это белый туман. Такая пелена, которая покрывает все остальное, кроме игры. Кажется, что только здесь я могу успокоиться. От меня отстанут все вокруг, не будут доставать меня своими проблемами. И самое главное, что я еще и смогу стать богатым. У меня будут средства. Будут средства для меня, для моей семьи, для моих друзей. Я не жадный по натуре человек. Но мне казалось, что только там я сумею так заработать деньги. Нередко можно слышать от зависимых и выздоравливающих игроманов, можно слышать такую фразу, вспоминая о своей зависимости, а не оборачиваясь назад, хоть не всегда, наверное, хочется об этом вспоминать. Но так или иначе, на мой взгляд, это важно. Говорят о том, что я не понимаю, как я оказался в этом зале. Вот такую, наверное, может быть парадоксальную и вроде понятную вещь. С одной стороны, какое-то бесконтрольное такое, может быть, психологическое состояние кажется понятным в момент зависимости даже людям, которые не переживали все это. С другой стороны, кажется это чем-то сверхъестественным, поскольку игроман не находится под воздействием каких-то химических веществ. Да, понятно, что игромания сейчас связаны с алкоголизмом, даже и с наркоманией, возможно. Но если говорить об игроманах в чистом виде, если можно так сказать, как это объяснить? Что это за движущая сила, которая вдруг помещает тебя в этот зал? Как вы для себя это объясняете? И было ли с вами так? Понимаете, на начальном этапе это действительно было как развлечение. Для меня было просто времяпрепровождение. Я в то время работал в такси, было уйма свободного времени в ожидании клиентов. И казалось, проведу хорошо время, а вдруг еще при этом что-то и выиграю. То есть вот это было первое, что меня как бы привело в это игровое заведение. Но потом, соответственно, появились долги, появилось желание. Как это? Я же там оставил столько денег. Это я, скажем так, на депозит положил. Мысль о том, что я их могу вернуть. Она настолько сильна в голове, что кажется, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть я туда отнесу, еще чуть-чуть побьюсь с этим аппаратом, еще немного в него накидаю этих жетонов, монет, патронов, и я сумею его одолеть. Я получу, получу обратно все свои деньги, получу нормальную жизнь, получу спокойствие. Но оно же не наступает. Даже если маленькая победа, она не дает этого всего. Это быстрый адреналин, который буквально через пять минут проходит, и хочется биться дальше, снова получать удовольствие. И с новой силой. Давайте сейчас еще послушаем, что нам как раз об этом состоянии при входе в игровой зал сказал один из выздоравливающих игроманов, гость программы «Выбор». Я подходил к заведению, я оглядывался по сторонам, чтобы никого не было знакомых, и в тот момент, когда я начинал открывать дверь заведения, у меня появлялась дрожь в руках, я начинал ощущать, как только появлялся вот этот запах заведения. То есть заведения. Специфические из них игры. Да. Запах освежителя воздуха, запах сигарет, запах алкоголя, запах человеческих тел, которые, потому что там жарко, и людям жарко, вот этот запах. И я понимал, что вот, вот, я вошел, все, у меня такое радостное возбуждение возникало, что вот я хотел туда войти, я получал удовольствие. Это, скорее всего, ближе всего к садомазохизму. Ну, такое определение дал мой гость. Знакомо вам это? Да, голос знаком. И голос, и вот то, что говорит. Ощущение, конечно, ощущение знакомо. Самое главное, что, понимаете, заходя в игровое заведение, да, вот этот все время страх, что кто-то узнает об этом. Ощущение страшное, ощущение одиночества. Потому что поделиться с этим я, в принципе, будучи игроком, ни с кем не мог. Я, у меня был друг, очень, достаточно близкий мне друг. Но когда я ему рассказал о своей проблеме игровой, в принципе, я его потерял. Он просто с улыбкой ответил мне, говорит, ну, ты же прекрасно понимаешь, что это плохо, это неправильно. Ну, не ходи ты туда. Он отказался от вас? Да. От вашей дружбы? Ему я стал неинтересен, а еще больше. Он все боялся, что я буду с него вытягивать деньги, или буду просить у него в долг все время там. То есть я для него был проблемным человеком. А зачем? Кому надо общение с проблемным человеком? И в итоге я остался один. Вроде когда были знакомые, с кем я общался, были знакомые, с кем я работал. Была рядом семья, но все проблемы игровые игрок всегда держит в себе. Он боится с кем-то поделиться, он прекрасно понимает, что он есть проблема. То есть мой мозг, моя проблема, я же должен справиться с этим сам. А тем более я с многими вопросами в жизни справлялся сам. Неужели я не могу? Мне все время казалось, что я могу. Я все время упирался, все время пытался себе доказать, что я с этим справлюсь сам. Но я думаю, в одиночку это в принципе нереально. Можно на силе воли какое-то время запереть себя в чулан, не знаю, реальный, мысленный, любой. Золировать. Но это рано или поздно, человек все равно срывается, потому что нужны изменения в сознании. И нужны изменения в восприятии этого игрового заведения. И мне это дала программа. То есть я сейчас абсолютно по-другому отношусь к игровым заведениям. Я их вижу, но я прекрасно знаю, что я больной человек. Мне туда нельзя. Ну как алкоголику нельзя пить, да? Он так же прекрасный, я знаю, что если я зайду в игровое заведение, я снова сорвусь. Я снова буду пытаться побеждать, потому что эти все нейроны забегают, зашевелятся. Я снова буду пытаться надеяться на какую-то халяву, на что-то там, на победу. Поэтому, а игровое заведение, оно закрывает. Когда я заходил в игровое заведение, я забывал обо всем. Передо мной был только аппарат и желание победить. То есть я забывал о жизни, забывал о том, что надо чего-то там купить, принести домой. Забывал о всех проблемах, вопросах. То есть это прекрасное такое царство, в котором я мог... Иллюзорная такая матрица. Именно. В котором я как бы могу сам справиться, победить эту игру, выиграть. Сейчас небольшой перерыв сделаем, и мы потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор». Я Анна Смирнова, мой сегодняшний гость, выздоравливающий игроман. Здравствуйте еще раз. Да, добрый день. Спасибо, что вы пришли. Я напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить нам, уважаемые радиослушатели. Можете писать в WhatsApp. И вот до перерыва вы говорили о тех мыслях. Вы сказали, что если сегодня, несмотря на то, что вы долгое время уже находитесь в трезвости, если сегодня вы зайдете в игровой зал, то вы, ну, не исключено, что вы сорветесь и все начнется сначала. А вот о мыслях, которые преследуют зависимого человека и в трезвости. Вот один из моих гостей сказал такую довольно страшную, на мой взгляд, сильную и, наверное, смелую вещь. Он выздоравливающий алкоголик, но так или иначе мы в нашей программе проводим параллели между зависимостями. Давайте послушаем этот комментарий. Каждый день я живу на работе на электричке. Я стою на перроне, и когда приближается электричка, что-то всегда проскальзывает, что, а может, надо прыгнуть. Я знаю, что этого не буду делать. Или когда я на балконе стою, я стою на балконе, и как бы есть такое вот чувство, что вот, а может, а вдруг, а как это было бы, если я прыгнул? Я знаю, что я не буду прыгать, но всегда проскальзывает какая-то мысль. Мне кажется, что это довольно такая, как сказать, добыстский. Показатель. И теперь, мне кажется, так же у меня с алкоголем. Я, если, например, я в компании, кто-то пьет, и я смотрю на бутылку, и я не боюсь этой бутылки. Я могу представить, что со мной произойдет, если я потянусь и выпью. Но что-то во мне говорит, что я не буду этого делать. Ну вот как жить, выздоравливая от зависимости? Есть ли этот страх? Нет, страха абсолютно нет. Вы знаете, что мне помогало выздоравливать, и что помогает мне прекрасно жить, скажем так, параллельной игре. Я это называю жизнь параллельной игре. Это то, что, во-первых, я прекрасно знаю на подсознательном уровне, что я больной человек, мне нельзя играть. Абсолютно спокойно. Моя азартность, она никуда не пропала. Я пытаюсь иногда свою азартность использовать. Использовать в спорте, использовать на работе. Я максимально пытаюсь и очень часто добиваюсь результата именно благодаря этой азартности. Но я знаю, что моя азартность сыграет со мной злую шутку, если я зайду в игровое заведение. Поэтому, придя на программу, там есть правила, да, правила для зависимых людей. С 12 шагов. Да. И я, как бывший военный, мне очень понравилось, со временем у меня выработалось такое определение. Я эти правила принял для себя, как устав караульной службы когда-то в армии, да, говорили, что он написан кровью. Я его тогда принял в армии, это мне помогало. Помогало правильно, помогало выжить, помогало остаться живым. И, слава богу, никого при этом не убить. То же самое здесь. Если я эти правила принял, как этот устав караульной службы, принципиально выполняя каждый его пункт, я знаю, что игра со мной уже ничего не сделает. Я принципиально не захожу в игровое заведение. Я принципиально не играю ни в какие азартные игры. Без разницы, какие. Я просто знаю, что я азартный человек. Мне этого нельзя. И вот выполняя эти правила, я абсолютно спокойно, абсолютно трезво могу жить, могу радоваться жизни, могу быть счастливым сегодня и сейчас. Вот этому еще научила меня программа. И то, что есть программа. Понимаете, пока я был игроком, я думал, что я больной человек, и мне этот крест нести до конца моих дней. Ну вот так случилось. Я заболел, а вылечиться не могу. Таблетки-то нет. Бабки там, которые там шепчут или еще чего-то, это все полная чушь. Это, ну, это несерьезно. Я так воспринимаю. Может, кому-то помогу. А лекарств от этого нет. И мне казалось, это все. Это конец жизни. В принципе, я скатываюсь, я прекрасно понимал, что я скатываюсь по наклонной. Скатываюсь в яму, в бездну, в долги, из-за которых рано или поздно меня не станет. Или сам, или кто-то. Ну вот так, рано или поздно же это бы произошло. И вот, хватаясь за эту последнюю соломинку, за программу, на данный момент я прекрасно понимаю, что есть программа. И если жить по программе, живя по этим правилам, которые записаны в программе, я могу абсолютно прекрасно жить, абсолютно прекрасно радоваться жизни, заниматься спортом, быть реальным членом семьи, а не мнимым. Для галочки, что вот я пришел там иногда, да, вот я побыл, и вот я иногда принес денег. Потому что так случилось, я немножко выиграл, а все остальное время денег нет потом. Вы сейчас говорите, это очень увлекательно звучит, это увлекательно, это привлекательность трезвой жизни, из ваших слов. Но вот реплика одного из зависимых игроманов, которую я нашла, он пишет, я зачитаю эту цитату, «Не знаю, что теперь делать по жизни, чем заняться, ведь вся моя жизнь была в игре, я как будто вышел из пузыря». Вот насколько все-таки трудным может быть, может представляться этот процесс реабилитации все-таки в момент выздоровления? Я думаю, это непросто, потому что надо снова найти себя. Я как-то уже, я же говорил, что приходилось снова учиться многому. То есть, наверное, как ребенок, как ребенку мне пришлось учиться жить, учиться, как все, ходить на работу, вечером приходить в семью, выполнять свои домашние обязанности, утром вставать, чистить зубы, не думая о том, что игры-то нет, да, значит, надо пришлось найти что-то для свободного времени. Я нашел для себя хобби. Учиться заполнить вот это пространство, которое отрывало у меня игра от моей жизни. Найти туда эти полезные удовольствия, которые не наносят вреда, не наносят вреда мне, не наносят вреда семье. Ну и, конечно, с этим азартом. Все время многие говорят о том, что жизнь становится очень ровной, спокойной. И скучной. Да, 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 абсолютно. Приходите ко мне, я дам веревки, залезем на девятиэтажный дом или на крышу любого дома. Но главное, чтобы со страховкой это было все. Обязательно, соответственно, да. Вот, господи, у нас сейчас прекрасные есть для альпинизма трассы эти, да, начиная с Межопарка, там, Сигулда. Поласьте на них, адреналина получите больше, а вреда от этого не получит никто. Ни вы, ни ваши близкие. Да, и подышите свежим воздухом. Конечно. Ну, все ли, на ваш взгляд, гости игровых залов и казино являются зависимыми людьми? Сильно ли? Все ли, все ли. А, все ли? Я думаю, многие. Но есть и те, кто может играть контролируемо, контролируемо, контролируемый процесс игры. Да, вы знаете, да, будучи игроком, я как-то познакомился с немцами. Они приезжали в Латвию, и мне очень понравился тогда их подход. Я думаю, вот бы мне так. Они говорят, вот мы выделили, например, 200 евро на всю компанию, сегодня на вечерний отдых. Можно сходить на них в ресторан, можно еще. Мы решили сходить в казино. Они пошли в казино. Проиграли, не проиграли. Но ихний бюджет – это выделенные 200 евро. Вот они на эти 200 евро отдохнули всей компанией. Он говорит, без разницы, мы могли бы уйти по договоренности в любой момент, когда мы захотим. Я говорю, значит, вы независимы. Понимаете, если человек не испытывает зависимости, он может порвать пачку сигарет и выбросить ее в мусорник. Или, как я к спиртному, я могу выпить 100-150 грамм коньяка, и даже если компания продолжает выпивать, я чувствую, что мне это не надо. У меня прекрасное настроение, я расслабился, я получил удовольствие. Мне нет необходимости напиться, утолить какую-то, это даже не жажда. Наверное, как жажда, вот. Наверное, как утолить какую-то жажду. То есть нет края. Я прекрасно вижу эту границу, я легко могу остановиться. Но для этого надо не быть столь азартным человеком. Но вы ведь азартный человек. Очень азартный. Во многом азартный человек. Но программа меня познакомила. Один из пунктов нашей программы – это проанализировать свою жизнь и выделить все те качества, которые я считаю плохими в себе. И один из них, это первый, самый главный пункт – это была моя азартность. Я прекрасно знаю, что я азартный человек. Я прекрасно знаю, что мне хочется быть везде лидером. Мне хочется быть везде первым. Но также я прекрасно понимаю, что я лучше буду первым на горе, на вершине, но не в игре. Потому что игра не дает этих положительных эмоций. Этот адреналин, я говорю, это пятиминутная радость. А дальше куча проблем, связанных с игрой. Поэтому мне туда уже не хочется. Слава Богу, я это прошел. Некоторые из моих гостей говорят о том, что, может быть, это так даже парадоксально звучит для некоторых, что выздоравливающие игроманы говорят о том, что не являются сторонниками запрета игровых залов и, в принципе, даже запрета какой-то рекламы. Ну, может быть, если там чрезмерная какая-то история только в том случае. Вот как вы к этому относитесь, к запретам? Стоит ли и поможет ли это? Вы знаете, в принципе, когда это на каждом углу, я думаю, этот запрет нужен. Запрет нужен для молодого подрастающего поколения. Вот как объяснить ребенку? Он, например, прочитал, что если забросить там какую-то монетку, то ему нужно получить в ответ три. Как объяснить ребенку, что это нехорошо, что это плохо? Откуда я знаю, зависим он или нет? Какие у него склонности, да? Что у него в голове? И не сыграет ли это с ним, эту дурную шутку? А для взрослых людей, ну, наверное, как ни запрещай, если человек хочет поиграть, он найдет. Даже если запретят, скажем, в этом городе он может поехать. Я думаю, вообще, если запретить, да, он все равно сможет поехать. С другой стороны, когда это на каждом углу, во-первых, я считаю, это испортило нашу улицу Бриебас. Я помню прекрасно эту улицу лет 20 обратно. Это прекрасная улица, на которой куча маленьких кафе, магазинчиков, частных, маленьких, по которой было приятно гулять. А вот сейчас вы, когда идете, что светится на Бриебас? Только игровые заведения и, как обычно, рядом с ними ломбард. Да, что очень удобно. Мало того, мало того, только игровое заведение может позволить себе платить столь высокую аренду, которую на сегодня спрашивает улица Бриебас и так далее. То есть на ней уже не способны конкурировать маленькое, прекрасное латвийское кафе, о котором у меня ностальгия, если честно. Старая Рига у нас стала для иностранцев, а Бриебас стала для игровых заведений. И вот это вот тут, она не радует меня. Я прекрасно знаю, что за дверями этих игровых, ярких, красивых, рекламных игровых заведений там потухшие лица игроков, которые просто проиграли. Проиграли то, что могли потратить на семью, то, что могли потратить на удовольствие, на истинное удовольствие, путешествие, прекрасный отдых с семьей. И теперь, на данный момент, больше никто не может занять эти площади, потому что цена выросла. Вот учитывая такое разнообразие игровых залов, рекламы, всевозможные, вы сказали о потухших лицах, которые сидят в этих залах, что очень, наверное, точно отображает настроение, характер и вообще историю зависимости. Но на ваш взгляд, сегодня, если так вот говорить, в таких категориях легче выздороветь от зависимости, чем не стать зависимым? Я думаю, выздороветь возможно. Выздоравливать, опять же, если мы не говорим о совершенном виде. Выздоравливать возможно в любом случае, во-первых, если человек на самом деле этого хочет, то есть сам человек должен этого захотеть. Понимаете, за меня никто меня в эту программу по-настоящему затащить человека нельзя. Он может приходить и слушать, но в итоге ничего над собой не делать. А программа не таблетка, которую достаточно только выпить. То есть на сегодняшний день я очень рад тому, что есть распространение этой программы. То есть люди, любой человек, который чувствует в себе эту зависимость, может просто прийти в эту программу. То есть вот что самое главное. То есть любой игрок, который на сегодняшний день до сих пор в игровом заведении и проигрывает свои, мало того, еще и чужие деньги, он прекрасно может узнать об этих программах, которые существуют. А самое главное, что они ничего не стоят. У игрока обычно нет денег, да? Мне не надо было заплатить любую энную сумму, чтобы вылечиться. Мне надо было просто прийти на эту группу, просто сказать себе, да, я хочу перестать играть, и схватиться за эту программу, как за последнюю соломинку. Всеми силами. Вот тот свой азарт, который есть у меня, я использовал в эту программу. Я приходил домой, я жене с таким азартом рассказывал о том, что мне это так нравится. Я видел людей, которые, когда придя первый раз, которые там были трезвые там 2-3 года, для меня это казалось, вау, это же так здорово, значит она работает. Почему? Значит она будет работать и со мной. Супергерои. Да. Ну а вы помните момент своего дна? Вот вы сказали, что важно осознать, безусловно, человек должен сам прийти к этому, но помните ли вы момент того дна, вот этот рубежный, может быть, такой переход, когда вы поняли такой спусковой крючок, возможно, в вашей зависимости? Да, помню, но необходимо, игроку оно очень необходимо, и мы для того, чтобы вот это вот принять это, не подумать, а принять это решение о том, что всё, я больше не хочу играть. Я готов на всё, но лишь бы не играть. То есть в это есть вот это дно. Я помню этот момент, когда утром я вышел из игрового заведения, за ночь я выкурил 3 пачки сигарет, мне было плохо, подташнивало от сигарет, я прекрасно осознавал, что я проиграл не только свои деньги, а и чужие деньги, которые очень быстро необходимо вернуть. И безвыходность. Безвыходность того, что даже если я сутками начну работать и верну эти деньги, то как только они у меня появятся, я снова приду сюда. То есть на силе воли я пытался держаться, но это меня не спасало. И я осознал то, что моя сила воли не готова с этим справиться. Я лично с этим справиться не могу. И вот эта вот безвыходность, на тот момент страшная безвыходность того, что ну нет выхода. Как я не делаю, я готов головой стучаться о здание, из которого вышел, но это не помогает. То есть мне не помогало ничего, чтобы справиться с игрой. И вот это дно, оно настолько меня давило. Когда-то я стоял, такая маленькая преамбула, стоял на балконе, курил, бросил сигарету, она полетела вниз. Я посмотрел и подумал, вот если я сейчас следом за этой сигаретой, да, с восьмого этажа, насколько я кому сделаю плохо? Себе моя жизнь настолько испорчена, что не то, что радости жизни, да я простой жизни не вижу. Семье, у семьи не будет проблем, которые я приношу в семью. Друзьям друзей уже нет. На работе, да найду другого работника, незаменимых людей нет. И вот эта пустота, которая была в тот момент во мне, единственное, что меня остановило, остановило только одно, то, что не дай бог моей семье придется отвечать за мои долги. То есть вот это, что меня останавливало, стоя на балконе. Ответственность, конечно, которая будет почему-то переложена на мою семью. Она здесь при чем? Она мало того, что страдала все это время, так еще и будет отвечать за все мои натворенные дела. А так свою жизнь я оценил ровно в ноль. Как тот бычок, который вы опустите. Да, да, абсолютно. Насколько важно в трезвой жизни помнить память о том, что было с вами, какие процессы происходили, какие эмоции вы переживали в процессе зависимости? Давайте послушаем, что нам об этом сказал выздоравливающий наркоман, который был гостем программы, о памяти. Мне важно. Мне важно помнить, откуда я пришел. Вот так получилось я там все детство и всю юность провел в местах не столь отдаленных. И причина не потому, что я там такой какой-то был, а я употреблял, и, соответственно, это были результаты моих действий. И когда я там начал, мне прислали базовый текст, я узнал, что вообще существуют анонимные наркоманы. И я по книге начал выздоравливать. И сейчас, спустя там очень много лет, мне кажется, что это не про меня. Ну, что это какая-то история, то есть только про третьего человека. Но тогда, когда я начинаю забывать, кто я, откуда я, в моей жизни сегодняшней начинаются проблемы. Ну, мне нужно знать. Я знаю, и что плохое я сделал, и что я хорошее сделал. Очень мало времени у нас остается до конца эфира, но вам удается не забывать, кто вы? Удается. Я продолжаю по возможности. Не так сейчас часто. Изначально я принципиально ходил каждую неделю, каждое собрание. На данный момент не всегда получается выбраться. Но именно приходя на программу, приходя на занятия анонимных игроков, видя новичков, я тут же узнаю себя. Как будто это было вчера. А что чувствуете, когда видите таких, каким вы были? Я всегда чувствую и думаю одно. Дай Бог, чтобы тебе это помогла программа так же, как и мне. Программа мне помогла не только бросить играть. Программа мне помогла, во-первых, сделать анализ самого себя, честный, открытый анализ. Потому что только на программе я придя смог честно говорить. Ложь и вранье, которое окружает игрока, вы не поверите, оно настолько сильное. Я сам себе был противен, когда я врал. Я прекрасно знал, мне было противно, но у меня выхода не было. Если я скажу правду, со мной перестанут общаться, со мной перестанут работать. Семья, в конце концов, меня просто пошлет нафиг, и я останусь один. И вот эта ложь, а сейчас я могу честно, честно, открыто, именно на группе, на собрании, честно разговаривать с женой. Мне не надо врать. Я не делаю… Свобода. Да, абсолютная свобода выбора и абсолютно свобода действий. Прекрасно зная и осознавая, что я азартный. Просто, что я имею такую болезнь, да, я просто азартный. И если я научусь жить параллельно игре, я буду гораздо более счастлив и свободен, чем даже был до игры. Я благодарю вас, что вы пришли. Поздравливающий игроман был гостем программы, рассказал свою историю. Спасибо вам, что вы пришли. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Спасибо вам.